Карина! Давай еще поиграем! Карина! А ты куда пошла? Я к Соне поздравить. А почему раздетая? Я не раздетая, мам. На кофту наденешь шарф. Да зачем шарф? Сегодня заморозки обещали. Обязательно наденься. И до поздна не гуляй. Хорошо. По дороге я зашла в магазин и купила Соне подарки к Новому году. Потом мы с Соне сели пить чай. И я начала ей рассказывать, сколько разных интересных мистических историй произошло со мной за все это время. У Сони тоже было немало интересных приключений. И мы могли рассказывать друг другу о них хоть целый день. Потом я рассказала ей про куклу Аннабель. Ночью она несколько раз появлялась в разных местах, пугала меня, звонила, предлагала поиграть. А днем насылала на меня всяких монстров. Мне раза три померещалось валак. А когда я собиралась к тебе, стала куртку застегивать, она меня окликнула. И потом куда-то, слава богу, исчезла. Послушай, Карина, эта кукла очень вредная. Я не думаю, что она просто так исчезла. Мне кажется, она где-то затаилась и придумывает очередную гадость. Да? И что мне с ней делать? А давай пойдем к тебе и вместе попробуем разобраться с ней. Только не сегодня, а завтра. Здорово, спасибо. А то мне одно и страшно. А сегодня давай ты останешься у меня. Мне есть что тебе рассказать. Тут такая история. Ты не поверишь. Я познакомилась с настоящей инопланетянкой. Кстати, она похожа на тебя. А где ты ее взяла? Мне ее родители наняли няней. А оказалось... Подожди, не рассказывай. Сейчас я отпрошусь и расскажешь все не торопясь. Абонент временно недоступен. Маму недоступна. Ну тогда позвони бабушке. Сейчас. Абонент временно недоступен. Что такое? Ну брату позвони. Да у брата еще нет своего телефона. Ну тогда попробуй на домашний. Точно. Слушай, я наверное тогда у тебя сегодня не смогу остаться. Давай ты завтра ко мне приходи. Расскажешь все про эту инопланетянку. И вместе Анабель поищем. А сейчас побегу, пока еще не стемнело. Ладно? Я думала, что успею добраться до дома, пока светло. Но не успела. Очень быстро стемнело. Я подошла. Свет в доме горел. Наверное все были дома. Я зашла. Мам. Мам, вы дома? Но никто не откликнулся. Странно. Мама. Вы где? На кухне кто-то недавно пил чай. Нарядили елку. Куда-то все исчезли. Не нравится мне все это. Я решила еще раз всем позвонить. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Но их телефоны не работали. Я тебя вижу. А ты меня нет. Я твою душу съем на обед. Ха-ха-ха. Карина. Ты попалась. Привет. Куда ты от меня убежала? Ну что? Будем играть в прятки? Нет, не будем. Отстань от меня. А вот и не угадала. Будем. Ты уже в игре. Найди маму, бабушку и братика. Эй, ты. Не шути так. Не трогай мою семью. Хорошо, я согласна. Абонент временно. Абонент. Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты скучно играешь в прятки. Не найдешь меня, никогда не узнаешь, где твоя семья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну хватит! Если тебе так нравится играть в прятки, играю лучше с кем-нибудь другим. С бабкой Грэнни. С кем? Кто это, бабка Грэнни? Расскажи-ка. Нет, не расскажу. Потому что это бесполезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама! Мама! Рано радуешься. Не увидишь ты маму, пока про Грэнни не расскажешь. Я слушаю тебя. Давай, ты мне про бабку Грэнни, а я тебе верну семью. Договорились? Ну хорошо. Только сиди там и не приближайся ко мне. Хорошо. Рассказывай поскорее, а то я передумаю. Вот это дом бабки Грэнни. Она ходит по нему и ищет тех, кто от нее спрятался. Только ты, наверное, и не сможешь, потому что она очень хитрая и опасная. Я не смогу спрятаться от какой-то старой бабуси. Смотри! Я уже в игре. Пока, Карина. Тут интереснее играть в прятки. Мама! Вы меня напугали. Вы где были-то? Думаю, у тети Наташи были. А вот ты где была? Я дозвониться до тебя не могла. А ты телефон, что ли, отключила? Да нет, у меня телефон вроде бы работал. Помогите! Ну, Карина, я еще вернусь к тебе. А это еще что такое? Это просто такая игра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...